разделала я курицу получилось у меня несколько частей сейчас я ее замариную и здесь вот у меня сам каркас филе тоже немножко есть свою миланке бульон потому что вот ну когда горло болит да надо такое какой-нибудь куриный бульон легенький чтобы не раздражало горло сейчас залью и пусть потихонечку варится посолю сначала хорошенечко и попробую вот эту вот приправу катание для курицы индейки я еще не открывала их сейчас открою посмотрим вообще какая она вот так вот видите она выглядит здесь соль какие-то приправки пахнет приятно кстати курочкой пахнет копченой так хорошенько все маринуем вот так вот я закрыла встречи здесь тоже закрыла тоже здесь видите дырочки и уберу сейчас в холодильник ой холодильник на балкон до завтра пусть постоит а завтра с утра приготовим вместе с вами и всем огромный привет всем доброе утро сейчас хочу попробовать пилинг который я вчера купила ну немножко по ухаживаю за собой очищу кожу потом сделаем с вами масочку пилинг покажу вам да который я купила вчера это вот такой вот naked пилинг гель от корейского бренда опью это пилинг гель для лица с пыха кислотами у меня кожа очищенная вот недавно искупалась просто собрала хвостик чтоб волосы мне не мешали и вот на очищенную на сухую кожу будем его сейчас наносить он вот такой видите как крем такой знаете как крем-гаммаж и вот так вот прям наносим на лицо и одну-две минутки массирующими движениями очищаем нашу кожу от всяких загрязнений до роговевших клеток массируем ну вот смотрите скатала я лицо видите сколько катушек и вот на руках у меня даже видите у меня до этого был с фруктовыми кислотами пилинг тоже отопью вот он скатывал хуже вот этот получше работает и вот еще я даже не смыла я уже чувствую что кожа дышит потому что я думаю что гликолевая кислота должна лучше работать лучше очищать посмотрела девчонки носик действительно вот где поры черные точечки действительно чисто все кожа очищенная кожа свеженькая такая тоже знаете как на полированная он мне кстати напомнил скраб от тют хаос который я брала вот этот в пирамидках единственное тот немножко такой погрубее скрабик да еще если хорошенько им помассировать этот такой более щадящий вариант но мне нравится как раз вот я такие люблю сейчас я пойду возьму с холодильника масочку какую-нибудь холодненькую и сделаю маску вот такая вот у меня есть корейская маска от фирмы эл скин холодненькая такая как раз мы сейчас и сделаем и кстати я вот здесь вот прочитала написано что если перед применением маску охладить холодильнике либо подогреть положив упаковку в теплую воду в обоих случаях эффект маски усилится да кстати я слышала что вот очищающие маски когда делаете нужно положить в горячую воду чтобы она там полежала и тогда наносите как бы знаете такой распаривающий эффект получается и маска работает лучше я вот всегда в холодильнике держу но вот горячую воду никогда не пробовала ложить надо кстати попробовать ее не делала еще ни разу вот она у меня лежит сейчас вот интересно попробовать нет она не гелевая она тканевая почему написано гелевая маска вот так выглядит масочка я думала она будет как этот как гидрогелевая а вот смотрите это вот эта верхняя окажется часть снимается там такая как гелевая масочка я посмотрела просто сейчас мы снимем и потом мы распределим ее вот видите она прям такая тонюсенькая тонюсенькая ну вот я ее распределила а то я не поняла я сначала нанесла ее она такая жесткая оказывается видите верхняя часть снимается и она вот такая вот как гидрогелевая ходить нужно 20-25 минут и потом посмотрим ну все у меня наверное уже прошло минут 40 она знаете прям так присохла вообще нельзя больше чем написано да в применении держать маску но вот я занялась пересадкой орхидеи своей и блин немножечко передержала передержала давайте сейчас снимем посмотрим прям смотрите она сухая сухая видите вообще ничего не осталось весь вот этот гель впитался немножечко липкость есть ну ничего масочка неплохая и вот этот гель который внутри гель сыворотка там много ведь ее я намазала вот на руки сюда на локти и вот здесь вот даже кожа такая прям на ощупь приятная очень вот сейчас пойду дальше я пересаживать свою орхидею вам сейчас тоже покажу вот видите у меня здесь идет пересадка полным ходом если честно я делаю это первый раз пересаживаю орхидеи вообще у меня вот она первая самая и я была просто в шоке когда я сняла я еле еле распутала вот этот вот субстрат от вот этих корней и некоторых в некоторых частях он порезал прям корни они вот так знаете как в комок все спутались видать ее нужно было давно пересадить а я видите затянула и в общем не знаю что у меня сейчас получится вот подписчица одна моя алена спасибо ей огромное вот она написала мне как пересаживать орхидею я сделала скрин и вот по ее рекомендациям она пишет что нужно обрезать вот эти корешки где сухие и обработать перекисью водорода в общем не знаю как у меня сейчас девчонки получится я же говорю и еще хотела вам сказать я вообще отрезала вот этот вот ствол немножечко и он почему-то у меня засох не знаю я почему и вообще внутри корни я еще набрала видео на ютубе посмотреть как пересаживать орхидеи там такие знаете корни маленькие пересаживают а у меня они вон такие длиннющие они все завернутые какие-то внутри желтые и в общем теперь не знаю что у меня получится у меня вот такой вот горшочек Артур мне купил и вот такой вот почву грунт для орхидей специально ну не знаю сейчас попробую все их реанимировать где-то подстричь обработать вот перекисью водорода как Алена мне написала надеюсь что все будет хорошо в общем вот что у меня получилось вроде бы пересадила все нормально кстати девчонки напишите мне по поводу вот этого ствола потому что тоже знаю что у меня много девочек которых есть орхидеи вообще может быть мне его отрезать нужно или что с ним делать я даже не знаю вот и кстати я с вот этого горшочка еле-еле вытащила вот эти вот корни видите просто напросто взяла его отрезала и вытащила так иначе я бы просто их все повредила сейчас здесь все уберу видите у меня что здесь творится наведу порядок тоже в интернете посмотрела говорят что не нужно пока ставить на окно когда только пересадили нужно где-то в темноте ну не прям в темноте но чтобы свет прям не попадал ну вот сейчас я листочки аккуратно вытеру и пока наверное здесь на полочке она у меня будет стоять в общем девчонки что я сделала не так напишите мне потому что я же говорю я первый раз и поэтому могу наделать делов залила раковину хомстаром девчонки очень мне нравится им мыть вот опять же вы мне порекомендовали спасибо вам большое да и знаете помните я вам даже жаловалась что у меня какие-то желтые пятна время от времени появляются а вот после хомстара как я стала им мыть никаких пятен у меня нету и даже вот сейчас я пересаживала орхидеи видели да какая здесь была грязь и в принципе раковина не грязная просто я хочу сейчас помыть все презинфицировать прям говорю очень я довольна и вот не знаю девчонки утенком тоже моют я мыла утенком кажется как-то или доместосом я мыла как-то не знаю вот хомстара мне нравится больше всего пока ну все здесь раковину помыла видите какая чистенькая и сразу сюда налила этот жидкость для мытья посуды вот это от фрош который я взяла еще не пробовала не пользовалась и мыло свежее поставила это от полмолив для кухни я вот эту вот наклейку с той и с другой стороны убираю ну так как то покрасивее смотрится и здесь тоже все протерло сейчас буду чистить овощи будем готовить с вами и еще девчонки вчера мы купили четвертый стул а то как то тоже у меня спрашивали настя почему у вас три стула ну потому что девчонки изначально когда мы переезжали софийка была еще маленькая у нее свой стульчик было на нем сидела ну и как то вот мы купили три думали потом четвертый все докупим и как то у нас это затянулось а сейчас вот все таки новый год перед новым годом софия уже сидит за большим стулом и вот вчера артур поехал купил покупали мы стулья в хофе нравятся мне эти стульчики сами вот эти чехлы у них снимаются можно спокойно их постирать и вообще сами они такие видите не марки такие они какие-то серо-коричневые даже если что-то капнет прольется там можно затереть и без проблем ничего не видно я их стираю наверное раз в месяц даже может быть больше и все хорошо немножечко привела себя в порядок подкрасила реснички и хотела вам сказать по поводу вот этого скульптора от стеллари вы знаете он мне понравился я если честно даже не ожидала и вот сейчас у меня этот скульптор на скулах хайлайтер румяшки ну в принципе вся вот эта палетка у меня на лице вообще я смотрю на камеру смотрится вот скулы намного ярче потому что фотоаппарат вот яркость слишком передает а на самом деле не так сильно видно классный в принципе скульптор девчонки несмотря на то что сам скульптор немножечко все-таки рыжит но мне понравилось как он смотрится он дает такую красивую тень также хайлайтер тоже очень понравился он такой деликатный очень но если его наслоить можно добиться такого свечения посильнее единственное румяшки вот они слишком пигментированные с ними нужно быть аккуратными потому что можно переборщить такую знаете матрешку сделать хотя я очень люблю румяна вот палетка в принципе девчонки неплохая у меня до этого был скульптор белорусский сейчас я вам покажу вот таким я пользовалась скульптором от Релуи пудра скульптор тон номер один универсальный да у него один цвет правда видите упаковка такая ну у белорусов девчонки с упаковкой беда поэтому наверное продукты такие бюджетные но сам как скульптор он очень девчонки хороший вот кто на бюджете я прям его очень советую если кто не пробовал потому что у него такой знаете правильный оттенок он не рыжит он не серый он очень красивый правильный и его можно при дневном макияже использовать также немножечко наслоить и при вечернем сделать тоже такую красивую тень на скулах я прям очень его любила ну вот вы знаете да что я люблю попробовать что-то новое поэтому взяла от стеллари попробовать и еще есть у меня вот такой вот от эстрады вот ну его я заказывала в интернет-магазине и немножечко он темный такой знаете я заказала вот видите он прям реально может вам наставить пятен при дневном макияже его точно я не советую при вечернем можно кто может красиво скулы подрисовать в принципе можно я им пользуюсь вот на вечер если куда-то идем при вечернем макияже я его использую это у меня тон номер 208 сейчас будем с вами готовить вкуснятину я ведь вчера замариновала курицу она у меня в холодильнике стоит сейчас достану почищу овощи я думала поеду за Софией подкрасилась специально да Артур сейчас позвонил забрал ее поэтому за Софийкой ехать мне не надо будем готовить я уже почистила картофель здесь у меня одна морковка лук и болгарский перец сейчас мы все порежем вот они все мои овощи видите я вот так вот нарезаю картошку болгарский но вы все видели как я порезала и вот такими тоненькими пластами морковь сейчас мы это все посолим заправим приправами сначала солим чеснок гранулированный немножко добавлю паприку каприку копченую добавлю вкус она такой копченый придать картошечки и черный перчик потому что черный перец в курицу я не добавляла картошечку немножко добавим и все теперь мешаем я пересыпаю сразу все вот сюда в форму с фикс прайс потому что мне неудобно здесь мешать это маленькая тара у меня побольше нету нужно хорошенько это все помешать можно вот здесь еще сверху немножечко подсолить чтобы уж не ошибиться и теперь мешаем вот смотрите какая получается красота когда вот это все мешаете нужно прям посильнее мешать лук вот чтобы лук овощи дали сок я вот так мешала даже вон видите колечки свои сняла потому что они мешают и сейчас сверху мы будем ложить нашу курочку вот она видите у меня такая вот замаринованная прям вот так вот сверху укладываем наши кусочки курочки она прям такая холодная у нас кстати на улице девчонки так похолодало знаете как будто чуть ли не с морозилки курица на балконе лежать вот так укладываем ее теперь я беру сливочное масло у меня вот тут масленки немножечко и прямо так кусочками выкладываю на курицу я вот этот весь кусочек положу так везде в разные места положить если не хотите класть сливочное масло можно подсолнечное оливковое но со сливочным маслом будет вкуснее вот что у нас должно получиться и теперь все это мы накрываем фольгой для начала минут сорок мы будем под фольгой готовить а уже потом откроем чтобы немножечко у нас вверх тоже подпекся духовку включила на 200 градусов закрываем если формы нет можно просто на противне так приготовить можно в какой-то вашей форме не одноразовой да в любой форме можно это приготовить так вот хорошенько закрываем чтобы картошка приготовилась и отправляем в духовку на 40 минут я уже сказала вот у меня уже прошло 40 минут теперь я фольгу открываю и ставлю вот в открытом виде уже на 20 минут картошечка уже дошла до полуготовности и сейчас все это подпечется так ну все курочка наша готова вот видите какая она получается сейчас я вилочку возьму поставила вас поближе вот видите картошечка прям мягенькая получается вот тоже видите она прям разваливается сейчас я еще посыплю зеленым лучком и вообще будет вкуснятина вот видите здесь и морковочка тоже такая вот вкусная очень вкусно еще можно знаете сыром сверху посыпать будет вообще прям супер вот видите сверху немножечко картошка подрумянилась и и тоже не 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 Еще под прошлым видео у меня спросили по поводу моей куртки, типа, Настя, ты что, все-таки выбрала черную куртку, да, девчонки, у меня не получилось ее поменять, и вообще я хотела взять красную, потому что вы мне тоже столько комментариев, да, написали, Настя, бери красную, и мама даже мне позвонила, после того, как видео посмотрела, говорит, Настя, говорит, столько девчонок, говорит, за красную проголосовали, возьми, говорит, красную, что ты действительно, у тебя так же. Черная, говорит, которая у меня теплая есть куртка, она у меня черная, и это будет черная, и я думаю, действительно, а я изначально вроде бы хотела красную, потом что-то, когда померила, мне черная больше понравилась, вот, и я думала, я приеду, я ведь за все уже оплатила, я думала, я приеду, поменяю, и проблем никаких не будет, а получилось так, что в пятницу Артур улетел в Ташкент, я должна была поехать за курткой в субботу, но в субботу я никуда не выходила, не до этого было, и дети были дома, что я вообще никуда не выезжала, и я не поехала, а уже в понедельник, когда Софию отвезла в садик, заехала в спортмастер, и на кассу подхожу, говорю, а если я хочу на красную, говорю, поменять, они говорят, тогда вам нужно будет черную обратно сделать возврат, и, а я все оплачивала картой, и что на карту вам деньги вернутся только в течение дня, если вы хотите сейчас взять красную, то вам нужно будет оплатить красную, а у меня денег с собой там тысяч пять было, плюс мне еще продукты нужно было купить, и я такая думаю, пойду померю еще красную, и мы наверх поднялись с девушкой-консультантом, а красной куртки моего размера нет, и я уже такая думаю, все, значит точно надо брать черную, и, в общем, так я и сделала, взяла черную и ушла, ну, она мне нравится, кстати, может быть, просто тогда как-то с черным всем это все действительно сливалось и смотрелось не очень, а я ведь ношу ее не только спортивным костюмом и с джинсами тоже одеваю, мне нравится, в принципе, хорошо она смотрится, вот, и еще по поводу детей тоже спрашивали, по поводу будут ли дети в видео, есть сейчас кое-какие нововведения в ютубе, да, ютуб все ужесточает правила, если честно, вообще, когда мне это оповещение пришло, я как-то не вникала в него, и думала, что только именно детские каналы, до 12 лет будут запрещаться, у них будут свои условия, да, или если условия не будут выполняться, они будут блокироваться, я сначала так поняла, а потом вроде бы выясняется, что вообще у кого есть, присутствуют дети в видео, да, то это уже как бы считается детский канал, поэтому вроде бы нельзя, это даже вот не с января месяца, вот с декабря уже, с 20-го числа вроде бы, условия такие, ну, не знаю пока, девчонки, не знаю, конечно, я очень расстроилась, не могу сказать, что у меня прям много было детей, да, что я прям много детей показывала, но все же, у меня такое, знаете, будни домохозяйки, да, дети, быт домашний, ну, в общем, не знаю, в общем, поживем, увидим, девчонки, на этом буду заканчивать влог, потому что сейчас хочу смонтировать вот этот влог для вас, а потом заняться конкурсом, сегодня я, сегодня, может быть, завтра утром половина, потому что очень много комментариев, я все просмотрю, и завтра вечером я уже выложу результаты конкурса, то есть завтра вы уже узнаете победителей, поэтому пойду я работать, монтировать, всех вас очень люблю, и всем пока-пока!